Мортиросян, иди присаживайся. Готов отвечать на мои вопросы? Если честно, нет. Ммм, не готов. А ты знаешь, что если не ответишь на мои вопросы, попадешь на ликвид. А там недоброжелательная комиссия. Не выкрутишься. Слушай, хватит, соберись. За тебя все время просили, я всегда шел тебе навстречу. А что будет после, когда станешь адвокатом? Ты должен избавлять людей от их проблем. К примеру, мне интересно, вот ты сейчас в проблеме. Вот скажи, как ты собираешься из нее выпутываться? Скажи, интересно. Я как будущий юрист предлагаю. Говори, слушаю. Предложение следующее. Я вам задам три вопроса по специальности. Если вы не сумеете на них ответить, то ставите отлично. А если ответите, то на ликвид отправлять не надо. Просто отчисляете и все. Интересное предложение. Я сразу заберу зачетник, чтобы время не тянуть. Слушаю. Внимание. Вопрос. Обрисуйте мне одну ситуацию. А. Которая законна, но нелогична. Б. Логична, но незаконна. В. И нелогична, и незаконна. Не знаю. Говори, что это? Пятерку. Ну, говори. А теперь внимательно правильный ответ. Вам 75, и вы женились на 25-летней девушке. Это законно, но нелогично. Естественно, ваша жена имеет молодого любовника. Это незаконно, но логично. А тот факт, что вы только что этому любовнику поставили пятерку, это и незаконно, и нелогично. Да? Да? Так. Да. Да. Да, да. Да.